Ну что ж, друзья, возвращаемся далее на вторую карту Best of 3 серии в рамках закрытых европейских отборочных к Эпицентру 2018 года. Да, Андрей Нишарот на проводе, из студии Рухаб в частности, и мы с вами будем лицезреть второй пыльник, уже пик команды, Виндиго. Виндиго, само собой. И гол, нужно закрыть одну карту из двух оставшихся, это либо даст второй, или же все равно карта Трейн. Как бы шансов еще много, но пока что три минуса для команды Виндиго на пистолетке. И таким образом мы с вами можем сказать, что ой, гол, все меньше и меньше шансов взять этот первый раунд, но пока контроль мило. И подход на блокера уже был реализован, но больше стыло как бы за стороной защиты. Если уж все хорошо сложится, то гол должны без шансов отлетать здесь, так оно и получается. Лишь один Туау, без армура на топ. С бомбой, с досглаком. Один четыре. Честно, очень сложно такую ситуацию вытащить. И это надо еще постараться защите пойти где-нибудь подпушить, подставиться. Вот это все. Но пока без этого, конечно, не обходится. Да, шип спадает вообще без единого дэмэджа по сопернику. Времени вроде как 45 секунд времени. И Туау пытается еще что-то унести с этой пистолетки. Пройдет ли он в Тэшку? Или же все-таки попытается через мид туби? Вот, в принципе, мы и узнаем. Бабл находит Туау, накидывает дэмэджа и 30 секунд времени. Виктор сразу же занимает позицию на ящиках. И Туау проигрывает перестрелку. 1-0. Виндиго закрыли его пистолетом. Насчет вопроса по поводу ножей, друзья, вот объясняю. Объясняю. Какова система в рамках этих квалификаций? И если, например, Виндиго пикает карту, то Эгоу пикает в сторону. И здесь нет такой возможности, да? Ведь данная квалификация проходит на платформе Фейс. Здесь нет возможности отменить ножевый раунд. И ребята просто призываются, чтобы дать побыстрее стороной решить вопрос. И уже начать. А вот на Десайдере, на третьей карте, на трейнере, если мы до нее опять же-таки дойдем, ножи будут, ножи будут правильные. И тем временем, пока форсбай от Эгоу заканчивается очень печальным образом. На ланге двоих потеряли. Кавалерия уже не в полном составе. Но попытка запикать также мидл заканчивается не очень удачно. И было 4-5 на лоу-хитах. Форман этого вряд ли здесь повоюет. Кто же знает. И Виктор на прочеке Лонго. Пока тут никого больше не встретят. Скорее всего, Гурби дергает свой пистолет. И тут сейчас у блокера серьезные. Трудности видно, там шапочка горит. Так, фикает. С платформой, Винус от блокера по грубе сразу же с тярочкой. И Винус от шипса по форуму также потерят ланишера. Ква Туао и 2-0 Виндиго. Пока выглядит неплохо. Но это пока. Там посмотрим, как вообще дела будут обстоять. Вижу я. Вижу я. Шах и мат. В два хода. Там как пока эко. для иголу все еще на руках. И не больше, и не меньше. Браво шмидла. Бабл. Заходит минусом по грубе. Ммм. А как далее быть? Выход под Б-точку. И приемка от блокера. Два минуса в ряд. Размен. Вау. Вот Б-плэнд нужно уже быстро-быстро-быстро проходить. Гоу-гоу-гоу. Да, но бабу. Стали вот одного. И весь матч на 5 шпера. 3-0. Виндиго. Пока начну я так же хорошо, как это делали игол в первой половине, да? На оверпассе. Ну вот, что будет дальше. Вообще без понятия. Ожидать мне даже. Прикинуть что-то будет сложно. 5 калашей для команды игол. Не такого снайперского девайса. Контакт на ланге снова. Но вот Виндиго обосновались очень хорошо на лангу. И уже не первый раунд начинается с этого энтри. Вот заход на мид 2-б. И в лучи 2-2 сплетанулись Виндиго. Возможно даже этим простором воспользуется игол. Хотя там пропуш уже респауна от Виктора. И мне кажется, он инфы соберет очень мало. Там как Туау еще и выживает. В итоге выходят они на одного бабла. Нужно пушить. Нужно быстрее занимать аплент. И бабла сделает первый минус сразу же. Размен от Груби. По хп ситуация у террористов не очень приятная. Плюс затяжка. Тяжка вот эта вот по времени занимает очень и очень неприятный момент. В этом раунде для команды игол. Они остались во временной ничье по игрокам. В этом раунде. Нужно контролить лонг. Нужно занимать парыч. Но с парычем не все так просто. Здесь блокер за смоком. Блокер замечал, скорее всего, Шпера по радару. Туау также смещается под очень агрессивный спот. Да, это опенфилд. Скажете вы? Да, я скажу вам в ответ. И минус от Виктора погрубил. Остается лишь один Шпера, который умирает от блокера. И это четвертый раунд для команды. Виндиго. Кит и есть. Есть время. Надо фуссбомбы. И, соответственно, пока игол смотрится так же слабо, как это было и с болгарной номер пасси. Видимо. Видимо не все так складно получается у поляков на втором пыльнике. Но посмотрим, а вдруг. А вдруг что-то изменится. Вы, конечно, ребята, молодцы. Вы уже строите планы на карте Д-трейн. То есть дает круто. Но вот с таким баблом я чувствую, на трейне не будет шансов вообще никаких в команде игол. Да, разменяли бабла. Но какими силами, какими целями, какими потерями. Тяжко. Два игрока в размен на одного. Чистосом дорогой размен, как по мне. Хотя, если сейчас пройдут вообще-то вот таким образом от Шпера, то можно и еще одного накинуть сверху. Минус от Виктора по Шпера. Вау. Туау. Забирает Шпса-таки. Ты Виктора. Забирает фурун. 1-2. Без хп, по сути, должны были оставаться. И гол. Ну и так оно и получается. Блокер просто сел, зажал, скилл показал. Да, 5-0. Виндиго молодцы. Серьезное заявление они делают на своем пике так же, как это сделали и гол, в свою очередь. И, по-моему, очень много бомб было установлено. Внутри всего за последние два раунда. За счет чего экономика вроде как позволяет им закупаться. И только так они могут попытаться вернуться в это противостояние. Действительно, пока сильный ответ на Виндиго не очень неплохо могут тут закрепиться в первой половине. Учитывая, что на втором Дасте пока все еще не сильно утряслось. Да, и можно сказать, что атака довольно-таки посерьезнее смотрится, нежели обороны, если коллектив грамотно пользуется опять-таки своей стороной. Ну, а какая-то сторона на всю жизнь была такой, знаете, не очень пластичной, что ли. Всегда было удобно делать перетяжки, да. Да, если там кто-то пушил лонг, сайд-эй контролить соло довольно тяжело. И вот таких моментов очень много на этой карте. Если команда чувствует такие вот прожимы на лонгу, то это будет без шанса. Иго, начали с двух опенов, еще и панчера, да еще и блокера закрывает. Какой же он жесткий. И шипс. Это далеко-далеко. О, на тейр-спауне. Вот это действительно жесть. Жесть как она есть на самом деле. И шипс постарается тут как-то засовет девайс после минуса по шперу. Сразу же спотнули и тот уходит на таник, где ловит группе с выхода верхней тэшки. Вот это уже совсем другая история. Я думаю, что его больше не полезут. Так, слишком много девайсов потеряли. Так что это сейф раунд для шипса и виндига в целом. Ну и друзья. Официальный партнер трансляции турнира. Эпицент, по-самому собой. Это сервис Twitch TV, где мы с вами находимся. Так что приходите сюда почаще. Ведь сегодня весь день. Ну, уже вечер. Когда у вас будут проходить трансляции закрытых европейских квалификаций. Также еще и американские ночные квалификации сегодня будут. Только вот насчет освещения я, кстати говоря, и не особо в курсе. Но может быть что-то надо появиться. Ну и также генеральный партнер турнира. Федеральный мобильный оператор YOT. Вот YOT и, насколько вы можете видеть, они очень сильно действительно помогают команде виндига сейчас за камбэчисом. Потому что у них сейчас, благодаря формату, есть шанс еще пожить в рамках этой закрытой квалификации. И, возможно, даже пройти дальше. Потому как с вторым дастом все складывается в разы лучше, чем с оверпасом. Хотя до начала матча я бы не мог сказать, что эгоу должны вот в салат выигрывать оверпас, а виндига в салат должны выигрывать о стороне. В любом случае пока минус от фурлана по блокеру. А далее шипс. Очень агрессивный совет. Там здесь отыгрывает. Пропушит базы B. Панчер этот спот будет контролить. Минус от него по пичару. И далее пушит у нас коробку Виктора. Минус от грубой по панчеру. Пробитие от Виктора по шпыру в спину. Ну и это уже 3-2. Сумирает за стеной от ОАО. Бомбу забыли, но еще какое-то время потянут здесь. Минус от фурлана по баблу. Снова камера прилипла. Но посмотрим за Виктора. Вдруг прокатит. Виктор. Не, а против фурлана в этом раунде вообще все тщетно. Второй раунд за игол. Экономика защиты проседает. Таким образом выходим мы на счет 5-3. Где у Виндига должно получиться с еще одним баем, а то и двумя на всякий случай. Иначе все может очень серьезно развалиться. В конце концов. И решили ребята из Виндига захолдиться на КТ, рассказать, насколько жестко теперь они будут закрывать. А, сайт здесь. Подсадка. Ну, в стеке это хорошо. Но, опять же таки, если они будут хоть какой-то импакт в раунде наносить. Но сейчас Груби зашел на веб-план без регистрации. СМС говорит. А что бы и нет? А что бы и нет? Я зайду, а вы там сами разберетесь. Куда вам там нужно зайти, пройти там, перейти. Так оно и получается. Блокер здесь. Блокер на месте. И ребята из Виндига просто должны пойти сейчас, вот мясом, да? Задавить одного-двух с девайсами и унести желательно. Неужели это реально будет сейф из полка? Как это вообще возможно? Виндига, вы чего? Юспы свои ведь собрались. Я понимаю, что ты долларов не хочешь задавать, но... Вот он, один минус есть. Да, разминат Груби. Да, еще один разминат Груби. И таким образом квадрокилл для него... Почему ничего нового? Виндига снова приходит к закупке. Двайса вроде как полные. Гранаты на месте, один дефуз пакет. Но сильно Авика не хватает. Да, да, действительно грустно. Авика может не хватить. И команды гол. Вот потерять ли в этот раз туалов делать свои ставки? Не поверите, действительно потеряют. И сколько бы раз и гол не пытались занять этот лонгсайдей. Постоянный провал в этом направлении. Какая же боль. Фате, пацаны, элеваторы. Два минуса для Виктора и два минуса для фуровной шпыры. Причем две снайперские винтовки. Вот это просто нечто. Бомба, кстати говоря, лежит на парочи за ней. Нужно сходить за ней, конечно, уже отправился в фурун. И сразу же будет устанавливаться она под интересным углом. Я, кстати говоря, такую бомбу давно не видел. Павец, а мы вообще так? Что за миллиметровые такие бомбы? Да, потеряли мы, конечно, момент с камерой от шпыра. Но фурун один в два. Теперь после минуса по блокеру. Видел он Шипса под подъемом. Но Шипс его тут расправляет. И после серии из трех для команды игол таки удалось развернуть для себя раунд. Горит маленький Шипс. Ему ничего не страшно. Времени хватает. И по идее 6-3 счет. Виндиго таки продолжают. А за защиту как-то обороняться. Отчасти. Еще и два века выносят. Очень серьезный бус по экономике им дает. В той очередь игол, если забирают этот бай, должны снова заставлять защиту делать экономический. Так оно и получается. Тяжко. Тяжко. Сэкономика, конечно, в защите. Ну, а также, если и Виндиго закрывают этот раунд, то в идеале игол могут отдать свою первоплаку. Славину вообще на исть. Тьмог прилетает в итоге верхнюю тэшечку. И чарлис контролит от направлений вместе с груби, который играет в ловер тонул. Как же я ловер тонул давно не говорила. Это да, второй все чаще и чаще начинает появляться в рамках профессиональных матчей. Интересные молики на верхнюю тэшку. Забавно. Команда игол стоит в линии. Беопартов. Бетемки. Баншер на строительных лесах. Здесь отсиживаются вместе с Шипсом. Они в идеале, опять же таки, принимают мидл. И вот все висит на блокере. Если он сделает один милл, замедлит атаку, то будет возможность ротироваться Шипсу с авиком. Сделать спину шот на 180. Блокер не справляется с тэшкой. Все еще два игрока защиты под бэплентом. Но Баншер также падает. Дабл от Шипса. Трибл от Шипса. Да как он этот квадро-кил сейчас просто на ровном месте оформил. Да, далековато находится Бабл. Плюс еще и Виктор. Тэшки для Туау. Это шанс поставить бомбу. Но времени всего ничего. И Бабл какой тайминг. И какая хаешка. Виктор душит до последнего. Гоу ошибается с этим подходом под бэплент. Хотя после минуса по блокеру я думал, что это все. Это как бы до свидания. Но нет. Ситуация несколько меняет направление. И можно видеть, что для команды Гоу пока всего лишь три раунда. Этого очень мало. Но с этим нужно мириться. Выход на лонг. Какой-то веки фурл он не умирает. Просто так вот это достижение. Действительно. Победа. В плане Ланга. Команда Виндиго. С вероятностью чуть ли не 80, а то и 85%. Всех десяти раундов, которые уже прошли у нас с вами на глазах. Теперь же заход под шорт. Люблю я называть шорт теперь уже на позиции империал. То есть на империалах выходит сейчас. Слава и компания. Там фурл он падает просто. Спарыч умирает. Разбирает одного, второго. Шпер разобрался с баблом. Но панчеры на гусе не было. Ожидаем здесь. И 83. Первая половина за Виндиго уже как минимум. Да, в всяком случае, гоу еще не все потеряно. До конца первой стороны еще 4 раунда. 12-й, 13-й, 14-й и 15-й. Но идей на стороне атаки от них я пока что не вижу. То есть есть хороший уровень стрельбы. Есть какие-то хорошие тайминги. Но это дело все было не закончено. То есть они пытались что-то намутить. Но вода стала настолько мутной, что потом... Ой, тяжело вообще разобраться, что вообще происходит. А Виндиго, в свою очередь, так вообще забыли про парыч. Они его не пушат, они его не занимают. Играют уж только агрессивно под лангом. А в остальном все весьма дефолтненько смотрится, да. Бывает интересная ротация касательно 3б. Это отчасти волевое решение, но и блокер. Находит четко в голову Груби. Под смоком. Вставляя командой гол снова в меньшинстве здесь. И целые минуты времени. Виктор. Около бокса. Слышит. Слышит мидл. Слышит парыч. Говорит, ребята. Псс, парни. У нас на парыче там чуть-чуть. Ну, немного. Соперников. Сконцентрировано Виктор. Начинает тут выходить из коробки. Таймик по Туао. Отъезжает. Панчер. На ланге. Ошибается. Фурлон так же. Все, это клещи. Это 5 в 2. Вообще, представляете, насколько это больно полякам проигрывать. Проигрывать. Пачка ставится на парыч. Минус от Виктора по пичару. И врыв. Наш пером. Восем взрыв. И на. Очень грустно. Видеть, что вот так вот.